Всем привет! Это первое видео о мобильных играх. В нём я постарался собрать одни из лучших портированных игр, в которые можно играть без интернета и использования эмуляторов. Список разделён на две части, и как только наберётся 200 отметок «Нравится», в скором времени выпущу продолжение. Во все перечисленные проекты я играл лично, и могу заметить, что они действительно хороши. Не буду затягивать, берите чаёк, печеньки, а я начинаю. Игра в жанре 2D – пазл-платформера, первоначально вышедшая на ПК в 2010 году. По сюжету протагонистом является безымянный мальчик, который блуждает по лесу, и ему во что бы то ни стало, нужно найти свою сестру. За время прохождения встретится множество опасностей, от монстров до ловушек с капканами. Что же касается геймплея, то можно двигаться вправо, влево, взбираться на уступы и взаимодействовать с предметами. Игра не затянута и проходится в спокойном темпе за один вечер. Проект получил высокие оценки как со стороны игроков, так и критиков. Игра, вышедшая в 2018 году на ПК в жанре Роуклайк и Метроидвании. На первый взгляд может показаться, что это обычная игра, в которой многое однотипно, неинтересно и не заслуживает внимания. Но только начав играть, осознаёшь, что на самом деле в руках интересный проект, начиная от качественной процедурной генерации уровней до динамичной боевой системы и разнообразия врагов. Отдельно отмечу хороший саундтрек, и если вас не отпугивает пиксельный стиль, то данная игра это хорошее решение. Также проект получил высокие оценки как со стороны критиков, так и игроков. Это тактическая ролевая игра, которая вышла в 2014 году, где вам предстоит управлять отрядом воинов под предводительством героя. А для выполнения сюжетных заданий, как правило, требуется добраться до определенной точки игрового мира. По пути к намеченной цели происходят разного рода события. Некоторые из них потребуют принятия решений, которые повлияют на дальнейшее развитие сюжета. Что касается боевой системы, то она пошаговая, и при столкновении с врагами открывается экран боя. Переставляете бойцов с клетки на клетку, отдаете приказы и побеждаете врагов. Игра получила множество положительных оценок, как со стороны игроков, так и критиков. Игра в жанре стратегии, вышедшая в 2016 году, где главный герой 60-летний начальник полиции, которому до пенсии осталось совсем немного, а именно 180 дней. Он ставит перед собой цель за оставшееся время заработать сумму в размере полмиллиона долларов и обеспечить себе безбедную старость. По геймплею под контролем Джека находятся две смены с полицейскими и детективами, которых нужно отправлять на вызовы и расследования. День в игре начинается с того, что нужно выбрать отряды и по мере происхождения происшествий отправлять их на задание. И тут же выясняется, что сотрудники могут уставать, просить отгулы, уходить в запой или отсутствовать на работе по причине повышения квалификации. Но все же поначалу кажется, что в игре нет ничего сложного, но по мере продвижения по сюжету ситуация обостряется, отчего становится только интересней. Это хорошая стратегия с увлекательной историей, множеством отсылок и отличным джазовым саундтреком. Также игра получила множество положительных оценок со стороны игроков. Игра в жанре симулятора выживания, где главной целью является пережить войну. На выбор представлены 12 персонажей, а позднее группе могут присоединиться другие люди. Все испытывают голод, усталость, при низкой температуре вовсе могут заболеть. Что касается игрового процесса, то он разделен на две основные фазы – дневную и ночную. Днем обустраиваем свое убежище, изготавливаем оружие и помогаем соседям, а ночью занимаемся поиском добычи. Игра получилась по-настоящему интересной. Отдельно подчеркну отличную графическую реализацию и хорошую музыкальную составляющую. Игра получила множество положительных оценок со стороны игроков и критиков. Это дополненное переиздание первой части игры, вышедшее на ПК в 2010 году, с измененной звуковой составляющей и расширенной сюжетной линией. Действие игры начинается в осеннем Париже, но в отличие от оригинала, главных героев под управлением теперь двое – Джордж Стобор и Николь. По сюжету глобальных изменений не произошло. По-прежнему в кафе происходит взрыв, и по счастливой случайности Джордж остается целым и невредимым. Герои следуют по уликам и обнаруживают нечто уходящее далеко в прошлое, во времена самих тамплиеров. По геймплею по-прежнему изучаем локации, контактируем с персонажами и взаимодействуем с предметами. Сломанный меч – это отличный квест, в котором есть юмор и по-своему интересно развивающийся сюжет. Он получил хорошие оценки как со стороны игроков, так и критиков. Это приключенческая игра в жанре квеста, вышедшая в 2001 году на ПК. По сюжету действие игры происходит в 2000-х годах. Молодая девушка – сотрудник адвокатской организации, прибывает в тихий альпийский город для подписания бумаг о покупке фабрики игрушек. Но по прибытию наблюдается совсем иная картина. Владелица здания скончалась, а в её предсмертном письме присутствует информация наследники-братья. После чего нужно отправиться на поиски наследника, раскрывая множество секретов и тайн. Игра атмосферна, в ней есть всё, из чего состоит хороший квест. Интересный сюжет, хорошо сделанные загадки и неплохо проработанная графическая составляющая. Игра получила хорошие оценки как со стороны критиков, так и игроков. Это приключенческая игра, разбитая на сезоны и эпизоды по мотивам комикса «Ходячие мертвецы», изначально вышедшая в 2012 году. В первом сезоне протагонистом выступает преступник и в связи с обстоятельствами беглец Ли Эверетт. Он встречает маленькую девочку Клементину, вместе с которой им придётся преодолеть множество трудностей для выживания в новом и непростом мире. Главным в игре являются разговоры и отношения людей, а принятые решения оказывают влияние на сюжет и отношения с другими персонажами, причём не только в конкретном эпизоде, но и на протяжении всей игры. Отлично выполненная графическая составляющая в стилистике комиксов, отличный саундтрек, интригующая история и отличная подача сюжета. Игра получила множество положительных оценок, как со стороны игроков, так и критиков. Игра в жанре шутера от третьего лица, первоначально вышедшая в 2001 году. Одним из издателей и разработчиков выступала известная студия Rockstar. Сюжет рассказывает нам о жизни Макса Пейна, агента по управлению по борьбе с наркотиками, которого подставили, обвинив в убийстве коллеги и лучшего друга. Скрываясь от полиции, Макс неожиданно выходит на след людей, которые несколькими годами ранее убили его семью. Основной акцент игры сделан на перестрелках, а почти весь игровой процесс основан на использовании замедления времени. Макс Пейн — это хороший проект, проверенный временем. Игра, которая вышла в 2005 году. От ныне известного разработчика по таким играм, как Heavy Rain, Detroit State, Человеком и За гранью две души. Отмечу, что Фаренгейт, пророчество Индиго, был отлично принят критиками и игроками. В особенности был отмечен сценарий, благодаря которому удалось собрать множество наград. Действие разворачивается в аномальном холодном январе 2009 года. Главный герой, Лукас Кейн, оказывается в туалете обычной забегаловки. В его руке нож, а рядом лежит мужчина. Лукас ничего не помнит, но ясно понимает, что он точно не хотел никого убивать и желает немедленно во всем разобраться. Несмотря на линейность, игрок может принимать альтернативные решения, которые влияют на сюжет и в том числе на концовку игры. Можно сказать, что Фаренгейт по-настоящему выглядит и играется как первое интерактивное кино. Если вы по какой-то причине пропустили эту игру, то не стоит терять времени зря. Терия GTA не нуждается в представлении, но не упомянуть о ней я также не мог. Это игры, сочетающие в себе экшен, приключения, элементы автосимулятора и шутера третьего лица. В большом и открытом для исследования игровом мире, с классическим для этого жанра управлением. Открытое окружение позволяет свободно передвигаться и выбирать, чем мы будем заниматься в игровом мире. Однако для того, чтобы пройти игру и открыть новые районы города, необходимо выполнить сюжетные миссии. В остальном же они не обязательны и могут быть завершены игроком в любое время. Серия GTA – это отличный пример того, как должна выглядеть игра с открытым миром и свободой действий для игрока. Это японская ролевая игра с пошаговыми боями, вышедшая в далеком 1997 году. О ней можно говорить много и долго, причем в основном только положительно. Попробую кратко. Действие происходит в вымышленной вселенной в мире под названием Планета, где энергетическая мегакорпорация Шинра правит практически всем, добывая энергию с помощью макореакторов, тем самым истощая жизненную энергию планеты. А если энергия иссякнет, то планета неминуемо погибнет. Главный протагонист Клауд состоит в отряде Лавина, которая хочет остановить добычу энергии Мако и тем самым спасти планету от гибели. Собственно, с этого и начинается история. Теперь, что касается боевой системы, то одновременно на поле боя может находиться три персонажа, Клауд и двое союзников. Постепенно у каждого из них заполняется шкала, после чего нужно выбрать необходимое действие. От обычной атаки и использования зелья до призыва на помощь существ. Огромный мир, отличная звуковая составляющая, множество разнообразных мини-игр, отличный сюжет и всё это в одной игре 1997 года, получившие множество положительных оценок, как со стороны игроков, так и критиков. На этом видео подходит к концу. Если ролик оказался полезным, не забудь поддержать его отметкой «Нравится». А если совсем зашло, подписывайся на канал, чтобы не пропустить последующие видео. И также безумно интересно, а какая ваша любимая игра на телефоне? Обязательно напишите в комментариях. А с вами был АСВ, играйте в отличные игры, а мы ещё увидимся.